В этом году мобильная связь в СНГ отметила свое 20-летие. Первый звонок по мобильному телефону был совершен 9 сентября 1991 года в России. Через год первые звонки совершились в Узбекистане, затем в Украине и Беларуси. В 1994-м стал мобильным Туркменистан, в 1995-м Армения и Киргизия. Позднее Азербайджан, Казахстан, Молдова и Таджикистан. В 1996-м году произошло знаменательное событие для развития связи в СНГ. В Украине оператором Golden Telecom был запущен стандарт связи GSM. От предыдущего стандарта он отличался возможностью переадресации, удержания или запрета вызова, передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений, доступа в интернет по технологии GPRS и многим другим. Благодаря новому стандарту мобильная связь стала неотъемлемой частью жизни человека. Сегодня в СНГ представлено почти 60 брендов сотовой связи, общая абонентская база которых достигает 360 миллионов человек. При этом численность населения на территории составляет порядка 280 миллионов. В среднем стоимость минуты разговора на территории Содружества равна 8 центов, а средний абонентский счет примерно 7,2 долларов. Уровень проникновения связи в СНГ неоднородный. В Украине, России, Белоруссии, Молдове, Армении и Казахстане он давно превысил 100%. В Таджикистане сотовыми телефонами пользуются две трети населения, а в Туркменистане меньше половины. На сегодня самое доступное мобильное общение в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Средняя стоимость минуты разговора в этих странах от 2 до 5 центов. При этом средний счет абонента мобильной связи Узбекистана составляет примерно 4,5 доллара. В Киргизии и Таджикистане до 8 долларов. Самая высокая стоимость минуты разговора 13 центов в Казахстане, а ежемесячный счет абонента едва превышает 8 долларов. Минута общения по мобильному телефону в Азербайджане обходится в 12 центов, однако за месяц абонент тратит 16 долларов. В Армении минута стоит в среднем 11 центов, а ежемесячный счет составляет 10 долларов. Средняя же стоимость минуты мобильного общения в России – 6 центов, в Украине – 7 центов, в Белоруссии – 8 центов и в Молдове – 10 центов. Средний счет российского абонента обычно не превышает 6 долларов в месяц, а в Белоруссии и Молдове находится на уровне 8. Средний ежемесячный счет украинского абонента составляет 5,7 долларов. У абонента «Киевстар» – 5 долларов. За 20 лет существования мобильной связи в странах СНГ операторы появлялись, уходили с рынка, объединялись. В большинстве государств лидерами телекомрынка являются российские и европейские операторы. Исключением является Туркменистан, где лидер – государственный оператор. Выделяется из этого списка и Украина. Лидером рынка сотовой связи является оператор «Киевстар», который родился и вырос в нашей стране. Звонить бесплатно на все стационарные и мобильные телефоны любых операторов сейчас стало возможным. Без границ, без преград, с любого средства связи с использованием интернета. Компьютера, смартфона, стационарного телефона – в 100 странах по всему миру. Не теряйте время. Звоните бесплатно кому хотите, сколько хотите и когда хотите. Присоединяйтесь сейчас к Global Mobile Revolution.